Аплодисменты Частая история перекликается с сегодняшним днем. И даже в Библии, по утверждению американского юмориста Роберта Орбина, многое звучит вполне современно. Ну, взять хотя бы историю Ноя, который 40 дней искал место для парковки. Если вдуматься, не такая уж это простая проблема, даже для нашего города. Аплодисменты Примерно два года назад в здании напротив жилого дома появилась высшая школа экономики. Это туда за знаниями стремятся владельцы тех самых автомобилей. Но помятый газон еще полбеды. Дело в том, что сейчас все машины оснащены еще сигнализацией. И вот начинается пение с самого раннего утра и до позднего вечера. Собравшись силами, Валентина Тихоновна стала добиваться спокойствия для родного дома. Я обращалась в службу ГАИ. Мне там ответили просто смехом. Следующим пунктом был телефон доверия УВД. Позвонила туда. Приезжали два товарища милиционера. Согласили со мной, что да, это непорядок. Чем мы можем, мы поможем. Прислали отписку, что в зимних условиях ничего другого придумать невозможно. Причем здесь зимние условия, так и не поняла. А вообще-то на дворе была уже весна. За школой, как выяснилось, тоже стоят машины. Будто здание попало в транспортное кольцо. Я думаю, что им просто лень обходить это здание. И уж, коли им так лень, я думаю, при тех доходах, которые имеет высшая школа экономики, ведь там огромная плата за учебу, очень много коммерческих групп, так неужели они не могут сделать вход с той стороны, чтобы можно было удобно пользоваться тем же водителем. Есть одно средство – поставить перед домом с газоном железные перегородки, тем самым отрезать наступление машин. Но жилищные службы сделать ограждение не торопятся. Что касается школы экономики, она давно уже позаботилась о железном заборчике. Таким образом, количество претендентов на соседскую территорию увеличилось. И все же перегородки проблему не искоренят, если не начать решать ее совместно с высшей школой экономики. Если я скажу, что телевизор в нашей жизни занимает значительное место, вы подумаете, что я либо глупа, либо зануда. Поэтому я скажу, что телевизор в нашей жизни может заменить только телевизор с еще большим экраном. Итак, вы решились купить новый телевизор. Но какой же выбрать? Техника столь стремительно развивается, что каждые полгода появляется что-нибудь новенькое, более совершенное. Менение специалиста здесь не помешает. Нужно будет смотреть с той точки зрения, куда вы собираетесь поставить сам телевизор. Кухни, детские, это телевизор небольших диагоналей, 37, 51. Если, конечно, гостиную, где размеры самих полных побольше, то рекомендуют собрать телевизор побольше, чтобы меньше уставали глаза при просмотре телеизображения. На данный момент LG практически все свои модели оснащает очень богатыми функциями. То есть обязательно меню на русском языке. Выбор всех настройщиков, контрастность, яркость, свет, четкость. И кроме этого даже есть световой баланс. То есть можно картиночку сделать или более красноватой, или зеленоватой, или синенькой. Кроме этого, в этом телевизоре также присутствует система поворотного стола. То есть телевизор стоит на поставочке. И если вам требуется оперный телевизор, то вращается именно сам телевизор. Поставка остается на месте. Из интересных функций есть возможность игры. Из новинок, что хотелось бы отметить, серию Flatron. Серия Flatron отличает от обычных телевизоров, что абсолютно плоский кинескоп. Обязательный кинескоп покрывается антистатическим антибликовым покрытием. То есть на него не липнет пыль и нет бликов от окон, от люстр и так далее. Кроме того, абсолютно плоское изображение позволяет избежать геометрических искажений. То есть изображение действительно получается настолько реальным передающимся, что при передаче параллельных линий не будет искажений, как в обычных телевизорах по краям. Будет абсолютно ровное изображение. Плюс к этому цифровая фокусировка сигнала позволяет изображение фокусировать не только по центру экрана, как в обычных кинескопах, но в пяти точках. Можно также отметить оснащенность 100-герцовых телевизоров системой ПИП. Картинка в картинке, то есть можно смотреть одновременно два канала. Кстати, компания Saturn R на прошлой неделе сделала Пермикам хороший подарок, открыв новый фирменный магазин LG Electronics, где вам не откажут в консультации при выборе любого товара. В этой жизни неизбежны только смерть и налоги, подметил как-то Бензамин Франклин. И действительно, если вы нарушаете закон, вас штрафуют. А если вы соблюдаете закон, вас облагают налогами. Хорошему клоуну одного поднять на смех и развеселить другого – расплюнуть. Особенно, если оба этого заслуживают. Вот и налоговая инспекция не смогла уберечься от зоркого глаза Штырлыка Максима Бурмантова. Только вот столкнуться пришлось ему с инспекцией не на шутку, а всерьез, что дело дошло до суда. За этими историческими событиями мы следим с августа. Однако, напомним, суть дела. Весь сыр-бор из-за неуплаты Максимом 5-процентного налогоспродаж. Понятно, налог он и в Антарктиде налог. Но все-таки Максим его не признает и считает, что деньги платить не обязан. Так как зарегистрировался как частный предприниматель в 98-м году и тем самым попадает под защиту закона 97 о поддержке малого предпринимательства. Решение первого суда было в пользу меня. То есть, иски налогоинспекции были отказаны. Решение сильное, но обиженная налоговая инспекция подает апелляционную жалобу в Пермский областной суд. Значит, подавана апелляционная жалоба, в которой предъявлялись еще какие-то интересные требования. В плане того, что они ссылались, что налогопродажный костный налог, его не уплачивает не сам налогопротельщик, а он уплачивается покупателями товара, заказчиками. То есть, и вносится только с их платы. Однако и областные судьи оставили жалобу налоговой инспекции без удовлетворения. И если даже налоговики продолжат борьбу, то Максим будет стоять до последнего. В своей правоте он уверен и в победе не сомневается. Потому что закон не федеральный действует 95-го года, а государственная поддержка малого предпринимательства. И наш, в Пермской области, он действует. Я, получается, только как единичный случай. Другие должны тоже, налогопротельщики, знать, что существуют такие законы, которые предоставляют гарантии и должны им пользоваться. За несколько часов до выхода передачи в эфир нам стало известно, что налоговая инспекция подала касационную жалобу Федеральный арбитражный суд Уральского округа. Я к вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать. Нет, современная Татьяна сказала бы, позвони мне, позвони, позвони мне ради Бога. Только вот, к сожалению, проблема с телефонными автоматами превратилась в затянувшуюся болячку на теле нашего города. Пока не началась зима, скорее на улицу к телефону и звонить-звонить, покуда пальцы не замерзнут. Жетонов целая куча. Специально прозапас хранили на всякий там экстренный случай. Только вот проблема, где найти работающий таксофон? Не любят брата автомата. Бьют нещадно, руки выворачивают. Такие таксофоны-инвалиды обитают на улице Крупской. Да и таких бедолаг в городе великое множество. До 1 декабря уж рукой подать, а пока исчезают потихоньку таксофоны с жетонами, заменяют их на аппараты карточные. Знать скоро эти металлические кружочки только в Краевический музей сдавать. Пластиковые карты, похоже, всепризнанной любовью пока не пользуются. И у остановки их днем с огнем не сыщешь. Остро нуждающиеся бегут приобретать карту в спецодел за 3-9 земель. В ночное время позвонить на улице порой совсем невозможно. Таксофоны с жетонами разбиты, а карту ночью не добудешь. На углу напротив цирка уже нет ни одного таксофона, работающего по жетонам. Вместо них аппараты с красными буквами и «С», что означает «интеллектуальная сеть». Наверное, звонить может только тот, кто считает себя интеллектуалом. Пока что желающих не густо. Проходят времена жетончиков, грядут времена карточек. Живем на перепутье. Так что у кого завалялась пара жетонов в кармане, используйте их по назначению, не жалея. Правда, чтобы найти работающий таксофон, вам придется обойти полгорода. А если все-таки нашли, считайте, что вам крупно повезло. Есть очень интересное мнение, с которым можно поспорить, а можно и согласиться, что здоровый человек – это не тот, у которого ничего не болит, а тот, у которого каждый раз болит в другом месте. Во всяком случае, программа «Хорошо» желает вам хорошего здоровья и прекрасного настроения. До свидания через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok